как формировать грушу чешевидной формы при посадке обрезала как у вас обрезать все равно еще ё-моё ну вы меня смотрите вопрос задали внимательно куда мне деваться от вас сейчас я вас за язык не тянул остались прошло 3 часа надеюсь сколько нас осталось все ушли ни один не ушел вот чудеса и так на уши сейчас я все объясню чешевидная форма для меня это звучит как слова синонимы подлости и предательства сейчас я объясню вот они смотрите вот вот отсюда начнем ну ладно у меня тут фотографии берем шире да ладно эту пропущу заболевание груши по листу паршама манерез септолиоз рамчина белокосадости грибов запомните все что здесь перечислено это грибковое не заболевание а присутствие грибов это я очень мягко говорю и стараюсь выдержать точность это присутствие грибов на больных искореченных деревьях вот вы видите это дерево оно изувечено бусмерти есть такое выражение бусмерт вот это все что было отрезано снизу это привело к парше манерезам цептолиозам жарчины филосиктрус и саженстве грибов вот это все понимаете вот сразу то есть вопрос стоит вам только сделать и шириную форму я сейчас покажу как вы будете делать и избавиваясь божьих дело в том что так получилось но уже сто лет я занимаюсь активно 20 лет ну начинал печаться 25 лет назад кто-то меня читал сами знаете сейчас понемножку вот смотрите ладно начинаю издаля это яблони вы видите как она выглядит это тихий ужас вот эта ветка что здесь делать вам всем приказано ее уничтожить вот эту ветку согласны вот я и вот это вот тоже кусочек он туда пошел через все это через укрон немедленно и вот это вот немедленно и и тогда будет уже если брать вот эти две ветки вот эту вот эту чашу почти готов туда проникает этот самый солнечный свет и падла мороз потому что приказы всегда обрезать на концу это свет только на концу это даже когда не говорят отрезайте ветку подозревается только концу вот и дальше и черное дерево посмотрите какое это тихий ужас привет тихий ужас а мне все таки а какой право вот эти нижние скреты ветки имеют быть стоит вот эту нижнюю скреты ветку брать светлее и она когда пошла затенять вот эти вот самые верхний ярус а ту караулу уничтожить а эти деревья у меня есть фотография где вы стоите с 500 головым яблочком поминаем который мы Голдоном назвали по ошибке смотрим дальше теперь груша и так когда мы отрезаем это я вам хорошо никто не ушел когда мы отрезаем и так когда мы прививаем грушу она растет хаотично почему внимание ребята потому что это почка была взята вот здесь вот самом низу у земли а только у земли была почка эта взята от боковой какой-то ветки от нее была еще ветка год еще ветка обычно это 3-4 года вот такая вот посмотрите вот как видите горизонтальную ветку видите справа вверху вот так еще справа вверху горизонтальная ветка вот такая ветка обычно отрезается а на ней вот эта почка какое право это или эта почка желательно ближе к основанию то есть скелету какое она имеет право стать целым деревом но когда мы все таки ее насилуем мы ее внедряем с хитростями железовскими как правило она растет так как ей положено бы от природы то есть смотрите где мы брали почку допустим здесь от природы то есть так как бог на душу положил но у них есть еще особое свойство инстинктивное стремление к вертикальности я уже десятки фотографий пока вертикальности и вот когда она растет будучи искусственно она вот такая и вырастает это сделано для того чтобы крона была компактная пирамидальная и не пускала сюда вспоминайте все не пускала сюда дождь и чтобы дождь не это самый не лился поэтому не не мочил штамп и сам бы не сгнил это самое сухих мест если говорю не прощите нигде никогда это дай бог чтобы нечего успеть рассказать большему количеству людей вот и тогда даже это их и природное свойство от семян но когда привиты все равно старается чтобы лезть вверх смотрите у меня таких доказательств сотни фотографий у меня уже в руках чувство вот вы только не думайте что это засланный казачок спросил про чешевидную форму нет я первый раз это вижу смотрите что получилось им бы расти вот так и будучи привитая учитывая что где-то внутри генелист такой обязательно выпрямиться спасаем к этому штамп вот он штамп спасаем как можно меньше воды и как можно больше туда фотографии были яркие дотошные вот у всех этого не знают он прочитал про чешевидную форму например там какая к черту наоборот нельзя вот это главное сохранить более того иногда все таки бывает вот так может быть даже где-то я этого никогда не советовал за идиота привык может быть даже где-то учитывая что некоторые метки отклоняются вот мы дали все таки их немножко кучку собрать первые годы вот тогда пройдется их жизнь а бояться что не теканые метки не будет плодоносить это че пуха понимаете вот смотрите сюда вроде бы и все вверх лезут видите это привитая груша это память якорю вот она у меня еще раз все с плодами но я вижу о которой ну как бы сказать по оконсультиве вот что-то сердце начало его елки и еще это ну и сейчас поградите мне надо я и кружку то унес сейчас подождите секунду ничего со мной не случится не дождясь не дождясь но вот это не дождь не дождь но в не дождь но это это а это и это и и Учитывая образ жизни, мое сердце за 72 года дало ударов, как у старетнего человека. Не удивляйтесь, что с одной стороны, ух, а с другой стороны, вливать принесём. Итак, они, привитое дерево, похоже, вот это вот, то, что вы видите, а это всё из одной почки, чёрт, подчёрк. Одна почка за несколько лет, за три года где-то, если учесть, что там прививка внизу, да, где-то за три года она дала вот столько веток. И это не случайно. Теперь рекомендуем, вы услышали слово, уважаемый садовод, где чашевидная от кого-то, кто вас учил. Вот смотрите, вот это всё надо, все эти ветки с центра вырезать. Вот. Вырезать прямо вот, вырезать, и в центре должна получиться как бы форма чаши. Одна из страшнейших, глупейших, опаснейших вещей, которые выдала преподаватели, которые научили, а они теперь там, у них, помнишь, это, брат Юрий Владимирович, как они нас скрыли? Потому что для них сама мысль ненавистна, что, когда мы говорим, что резать нельзя дерево, оно теряет морозостойкость. Вот сейчас отрежешь веток, веток нет, значит, листьев нет, и уважая нет, и главное, фотосинтеза нет, и глюкоза нет, и дерево слабеет, они этого не знают. А для них чаши это святое. И вот получилось следующее, яркая характеристика. Можно сделать чашу? Можно. Дерево что это даст? А дерево я показывал в снимке, да, смотрите, вот это было сделано мною, видите, вот это забор мною, вот там вот за забором это самое, вот. Вот это была сильнейшая обрезка сделана, почему? Потому что у меня уже несколько деревьев, я показывал, все плоды падают, разбиваются, толку этих нет, значит, прироста где-то там на высоте 10 метров, я показывал, вот. А нам хотя бы черенки нужны, видите, вот они. И обратите внимание, когда мы, когда я, ну, помощник был, вот это все обрезал, они все равно лезут вверх, вот. У меня есть более красноречивая, ну, вот это, например, боковая ветка, да, посмотрите, вот основной штамп, вот он, вот. И ветка под урожаем, а она была тоже вертикальная, это свойство именно груш. И вот, наконец, внимание, всякая чаша начала отклоняться, видите, вот. Вот это вот, смотрим еще. Вот эти плоды, это первый урожайчик был, они еще больше ее раздвигают, видите. Вот смотрите, это была страшнейшая засуха. Фотография этого года, ну, этого, последнего года, 22-го, вот. И вы видите, абсолютно ослабленное дерево, листиков мало, плодоношение слабое, для меня это слабое. Вот. Фотосинтез слабый, потому что все оно же светится прозрачно, вот. Но, тем не менее, да, кстати, фактически оно не больное, а оно просто страдает от страшнейшей засухи, ни разу не полетает. Представляете? Что дальше? Дальше рекомендуется вот такие деревья, примерно. Но только мои-то все равно здоровые. Засуха их не убила. Они больше влаги боятся, это все-таки груша. Она из чисто сухих мест. И вот теперь, если бы вот кто-то взял бы и начал бы сказать, вот, допустим, груши у кого-то, лися портили бы, допустим. Вот тут бы наши бы эти гусисти грязевки со всей своей пролетарской ненавистью к этим самым вертикальным веткам заставили бы и отклонять, это я их цитирую, и вырезать середку. А на самом деле, дай бог, что она, мало листьев, мало плодов, вот, это просто результат дикой засухи. А другой год все будет нормально, листьев будет площадь 5 раз больше, плодов будет 10 раз больше, вот, и никаких обрезок не должно быть. Вот, ну а результат, пожалуйста. Это мой сад, это мой забор, кто не знает. Ну, что вам надо-то, а? Тебе резать? А? Найдите хоть одну лишнюю ветку, я вот это, вот. Ведь полагается, оказывается, всю жизнь резать. А как? Пожарную машину вызывать? Главное, им не нужна осветающая обрезка. Ну, я показывал другие фотографии, более яркие. Вот так само расходится. И остается навсегда. Это уже второй этап. Вот. И вот тогда нужно вот эту сюда пригнать с помощью спецназа. Дать указку, лучше секатор, лучше пилу исказать. Вот теперь режьте. Когда по отношениях это цветение, режьте. Ветки вертикально вниз смотрят. Все эти ветки, половина, незаконные, и срочно уничтожить надо. И ведь такие же рисуют деревья 10-15 лет дерево. И даже на верхушке видно, что даже по масштабу дерево примерно где-то 6-8 метров. И там на самом верху опять вот эти черточки отрезки, 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 отрезки. Как можно залезть на высоту 8 метров и резать? И зачем резать? Ну, она схема нарисует. Фантазия богатая. А потом, что случается, сказать? Правильно. Деревья, которых уничтожили штамп, возрождаются как? Оно себе росло, росло, росло. Я его калечил. Сколько я с ним веток снял? Ой, не одну сотню. Под конец жизни оно взяло и сказало мне вверх, больше расти не могу. Вот. Почему? Вот здесь сплошные морозобоины. И ниже морозобоины, под старость лет, они там выбросили нижние ветки. Как они имели право? Как? Как усмелились расти? Не положено! И даже в этом возрасте, а дерево 25 лет, не смотришь, что оно в этом. Вот почему оно такое? Ну, я бы сказал, кажется молодым. Хотя это практически старик, искалеченный мной. Вот. Да потому что сильно много с него было материала взято. И всё-таки возрождается. И ещё второй момент. Это была сенсация. Это лада. После многих лет, 10-20 лет плодношения, крупными отборными плодами, это дерево выбросило ветку, одну мощную ветку, вот с такими вот плодами. Вот вам и витативная геронализация, которая не существует. И как вам это бить в голову, что вы смотрите, и всё сфотографировано, всё документировано. Но вы тут нужны, вы учёные, специалисты. Потому что за этим последует, не просто выводы, за этим будущее науки. Потому что написать, что это ветеринная геронализация, это ложное направление, не поддерживается, после этого самого Лысенко, т-т-т-т-т-т, мягко сказано. А эти девчонки припечатали, взяли верхнюю половину, скопировали и написали. Вот. Уже от себя тяну. Значит, витативная геронализация уже наука. Точка. Ну и когда мы это, что возрождать-то будем, а? Вот, пожалуйста. Ну ведь я не виноват. Ну вот растёт и всё. Вот вместо того, чтобы дать боковые ветки, я же ему не мешаю давать боковые ветки. Я же их не отрезаю. С этого дерева ни одно не слезу. Я её использую как экспонат. Просто растёт, никому не мешает. Ну, 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 ну. Мне ещё было круче. Два метра голый штамп, а потом выше это. Вообще голый, без един этой. Как колёнка голый. Соседнее с ним дерево. Хе. Я могу бы дать за колонну, а? А вошенника без меня хватает. Наверное, я не буду этого делать. Могу бы дать за колонну? Всё. Всё. Дальше пошли другие темы. Вот. А почему другие? Пусть яблони, пусть не груши. Вы посмотрите. Что такое боковая ветка? Ну, не лезет она вверх. И не надо. И чаша дерева не нужна. Она сама чаша. Привитая деревьев не нуждается вообще ни в каких этих ухищрениях. Любая обрезка – это рана. Оно не нужное, это яблони. Не нужные раны. Она что, плохо плодоносит? Это ещё это самое. Последний год. Это дикая засуха. Дикая, дичайшая. Ну, мы закончили, ребята. Будем прощаться. А может быть, кто-то ещё что-то написал. Ну-ка, давайте посмотрим. Как сформировать грушу чашевидной формы? Елена, как мог, ответил. Вот. Избави вас, Боже. Вот это слово, оно должно быть, как матерная, подлая, чашевидная форма. Подлая. Дерево выбирает форму, не мы. А уж груши – это святое, вот так расти, вот так. Пирамидальное. Это их родина такая. И не надо мне, не было я на родине. И сейчас спросите, где первая груша появилась. Я даже знаю, на каком континенте она появилась. В Европе, в Азии, в Америке. Не знаю. Я знаю одно. Боится воды, как я уже образно говорю, как огня. Боится влаги. И формирует такую чашу, чтобы через нее не проходило насквозь. И фотографию саженцев показывал. А тут чашевидная крона, да ещё груши. Вот так. А они этого не знают. Так, Ерёмин. Доброго вечера. Евчихина. Здоровья вам. Спасибо. Спасибо. Так. Обрезать ничего не надо. Спасибо. Понял. А знаете, как это? Мне бы хоть бы скинулись на пол-литра. Ну, что это такое? Я людей избавляю от такого количества работы в саду. Это чрезвычайно обрезка. Калечивание дерева ради смерти его же. Вот. А я говорю, не режьте. Вот. Елена поняла. Но весной миллионы будут резать. Миллионы. Они никогда не знали меня. Никогда не узнают. Всё, друзья. Давайте прощаться будем. Если гляну, кто тут у меня в гостях. Вот. Кто у меня в гостях? Люди, привет. Спасибо за электронные книги. Жалко, что их так мало берут. Так удобно. 500 рублей. Книга на экране. Это я уже использую то, что мы с вами как бы с авторы. Я просто использую суть, чтобы ещё раз сказать. Ребята, всё, если вы задаёте вопросы, всё это есть в этих книгах. Вот. И это навсегда. Вот. Ну, до свидания, друзья. Давайте заканчиваем разговор. Перебрали сегодня полцарежных. Почти все на месте. Здорово. До свидания. До встречи у понедельника. До встречи у меня.